Добрый вечер, в эфире выпуск новостей на пятом канале в студии Ирина Варсан. Далее коротко о главных событиях этого дня. В ожидании транспорта большинство водителей ассоциации работодателей автоперевозчиков, как и обещали, не вышли сегодня на маршруты в знак протеста против изменений в транспортном кодексе. Пролетал или нет беспилотник через воздушное пространство Республики Молдова? Мнения на эту тему разнятся. Румынская пресса пишет, что молдавский боец ММА жестоко избил девушку в Бухаресте. Мужчину задержали, пострадавшая находится в тяжелом состоянии в больнице. Капкан для пернатых. На подоконнике притуры ботаники были установлены шипы в качестве защиты от голубей. Некоторые птицы попали в ловушки и погибли. Сказано, сделано. Автоперевозчики члены двух ассоциаций сегодня не вышли на маршруты, о чем они ранее и предупреждали. Это спутало планы многих людей, запланировавших поездки. Ожидание маршруток на вокзале оказалось напрасным. Транспорт так и не пришел. Глава Ассоциации работодателей и автоперевозчиков сообщила для Пятого канала, что 70% национальных рейсов были приостановлены. Требования водителей остаются прежними. О сложившейся ситуации, а также о реакции нас агентства автотранспорта расскажем далее. Эту женщину мы повстречали на столичном южном вокзале. Она рассказала, что уже больше двух часов ждет маршрутку до Кантемира. Нет транспорта. Стоим и ждем с 6 утра и не знаем, будут ли рейсы или нет. Стоим на улице и мерзнем. Я подошла к кассе и спросила, будут ли рейсы на Кантемир. Она сказала, что ничего нет. А если взять такси или это очень дорого? У нас нет денег на такси. Откуда? Живем на полторы тысячи леев в месяц. Это нам не по карману. Нарушились планы и у многих других людей. Ждем на Крихановеке. Как долго ждете? Час уже. Водителям, наверное, тоже сложно. Бензин очень дорогой, пассажиров мало. Надо было вывесить объявление, написать что-нибудь, мол, проводится забастовка или закрыто, чтобы мы не мерзли. Вернулись бы к родственникам. А так люди ждут и мерзнут. В 9.20 должна была быть маршрутка, но ее не было. Что будете делать, если рейса не будет? Останемся ждать еще час, а если нет, то вернемся опять к родственникам, которые здесь живут. Мы пытались выяснить в администрации Южного вокзала, есть ли какой-нибудь план для людей, простаивающих часами в ожидании транспорта. Однако там отказались предоставлять нам информацию. Доброе утро. Хотела спросить о приостановленных рейсах. Люди не могут добраться, куда планировали попасть. Что происходит? По телевидению передали, что забастовка. А на вокзале что-нибудь предприняли? Я не даю комментариев. На северном вокзале мы застали привычную картину. Там стояли маршрутки ожидающие пасажиров. Autогара activeаза и есть микробузы, которые уехали на руте. Это говорится о шоферах, которые не участвуют в асоциации АПОТА. Другие авто не сказали, что не были информации о грехе, так как уехали на работе, так как в зале обещанной. Я откуда знаю? Как ничего не знаете? Приедет сейчас начальник и сообщит. Мы не знаем. Я вчера вышел на работу. Сегодня вернулся с рейса. Надо закончить маршрут. А дальше не знаю. Дальше придет начальник и скажет, что делать дальше. А сейчас не знаете? Нет. Пока мы работаем. Сверху сказали работать. Вот мы и работаем. Председатель Ассоциации и работодатель автомобильных перевозчиков сообщил нашему телеканалу, что 70% национальных рейсов, обслуживаемых перевозчиками членами ассоциации, которую он возглавляет, а также ассоциации транспорта ТОРУ, были приостановлены. Он также прокомментировал предупреждение нац. агентства автотранспорта штрафовать не вышедших на маршруты. В правовом государстве невозможно наказывать человека за участие в протесте. Это фундаментальное право предусмотрено Конституцией. А если Национальное агентство автомобильного транспорта попытается применить санкции, то при первом же штрафе мы приедем на транспорте к зданию агентства и проведем там забастовку по этому поводу. Мы также обратимся к дипломатическим миссиям, в частности, Европейского союза в Кишиневе. Пресс-секретарь Национального агентства автомобильного транспорта сообщил нашему телеканалу, что штрафные санкции пока не применялись. Ситуация на автобокзалах и автостанциях отслеживается. Позже у них узнают, сколько автобусов не вышли на рейсы. Безусловно, люди могут протестовать, но при этом необходимо обеспечивать мобильность для граждан. То есть процесс перевозки граждан не надо прерывать. Людей нужно привозить рейсами, которые есть в графике операторов. Мобильность граждан должна быть обеспечена. В любом случае должны быть какие-то транспортные средства, которые продолжают предоставлять услуги. В свою очередь в Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков извинились перед населением за причиненные неудобства и отметили, что у них нет другого метода борьбы и что забастовка продолжится, так как они пока не получили никакого ответа от властей по поводу их требований. Представители Министерства инфраструктуры вчера заявили, что позиция ведомства остается неизменной и призвали всех транспортных операторов соблюдать свои обязательства перед гражданами и выходить на работу, чтобы дать людям возможность передвигаться. Напомним, что среди требований перевозчиков адаптация национального транспортного законодательства к стандартам Евросоюза, либерализация международных перевозок, оптимизация системы налогообложения, по примеру, европейских стран. С другой стороны, представители правительства говорят, что изменения в кодексе автомобильного транспорта принесут больше пользы отрасли и пассажирам. Мы способствуем здоровой конкуренции и расширению возможностей поездок для путешественников. Мы помогаем премариям и примарам обеспечивать транспорт жителям. Мы сокращаем бюрократию, заявил депутат ПДС Раду Мариан. Во второй половине дня министр инфраструктуры Андрей Спыну поблагодарил водителей и операторов автотранспорта, которые сегодня вышли на работу для обслуживания пассажиров. За последние несколько дней у меня было несколько бесед с операторами, которые не поддерживают блокировку маршрутов. Сегодня большинство из них были на работе, написал Спыну в своем телеграм-канале. «Министерство будет работать над улучшением ситуации в сфере автомобильного транспорта. Мы поддержим тех, кто хочет работать как следует. Людям нужен современный транспорт, новые автобусы и маршрутки, выдача билетов пассажирам, достаточное обеспечение маршрутов в необходимое время и дни для жителей городов и сел. С водителями нужно обращаться корректно, без ежедневных поборов, в обмен на разрешения, выданные монополистами», отметил Андрей Спыну. Протестующие фермеры сегодня приняли участие в первом заседании комиссии по проблемам производителей зерновых и масличных культур, созданной Минсельхозом. После встречи участникам констатировали, что был рассмотрен ряд вопросов, в том числе и новый механизм кредитования для всех отраслей, который будет применяться с 15 марта. Обсуждение продолжится завтра. На втором заседании комиссии заявил министр сельского хозяйства Владимир Боля, добавив, что предстоит обсудить и другие решения, которые будут предложены аграриям. Между тем, во вторник вечером фермеры объявили, что убирают сельхозтехнику с дорог и таможенных постов и возвращаются к работе в поле, где у них много дел. Помимо кредита, предложенного властями под гарантию 90% на сумму 500 тысяч леев для микропредпринимателей, остальным был предложен аналогичный кредит с порогом максимум в 2 миллиона леев и не только для производителей зерновых, а для всех аграриев. Соглашение было принято между представителями фермеров, Министерства финансов, Минэкономики, Налоговой инспекции и Организацией по развитию предпринимательства. Последуют переговоры с банками, прежде чем будет найден общий знаменатель, говорят аграрии. Что вы обсуждали и пришли ли к соглашению? До окончательного соглашения еще далеко. Завтра у нас снова будет встреча с представителями банков. Посмотрим, примут ли они предложения. Возможно, есть какие-то препятствия. Все идет так, как было с кредитом в 500 тысяч. Министр сельского хозяйства Владимир Боля сообщил, что на ближайшем заседании рабочая группа комиссии по проблемам производителей зерновых и масличных культур собирается представить аграриям окончательные решения всех их проблем. Мы обрисовали задачи для каждого госучреждения, в том числе и для Министерства финансов. Организация по развитию предпринимательства собирается направить в банки проекты. С банками на завтра также назначена встреча, но это зависит от банков и организации по развитию предпринимательства, если удастся это реализовать. Организация по развитию предпринимательства имеет много инструментов для оборотного капитала, в том числе до 7 миллионов леев. Минсельхоз считает, что это должен быть конкретный продукт для микро- и малых предпринимателей. Отметим, что на первом заседании комиссии по проблемам производителей зерновых и масличных культур, созданной Минсельхозом, состоялась подача правительством экстренного письма в адрес Евросоюза с просьбой о поддержке этой категории производителей выделения ресурсов для компенсации фермерам за каждый гектар кукурузы и подсолнечника, выращенных в 2023 году, а также полное возмещение НДС мелким фермерским хозяйством. Напомним, что последние несколько недель сельхозпроизводители протестовали, блокируя КПП и некоторые участки дорог. Они требуют субсидий, ускорения процесса получения 4000 тонн дизельного топлива из Румынии, а также дополнительной помощи в размере 400 миллионов леев в качестве компенсации за засеянные поля кукурузой и подсолнечником в 2023 году. Глава Минсельхоза заявил, что эти вопросы будут решаться с участием каждой вовлеченной структуры в отдельности и в рамках созданной комиссии, куда войдут в том числе аграрии, представители Минфина и организации по развитию предпринимательства. Что касается топлива из Румынии, которое, как ранее говорили Боли и премьер, Ричан не доставили, так как нет места для его хранения, министр сказал в прошлую пятницу, что сейчас этот вопрос в процессе обсуждения в Бухаресте. Добавим, во вторник вечером фермеры объявили, что убирают сельхозтехнику с дорог и таможенных постов и возвращаются на поля, так как у них много работы. Протестующие сказали, что возвращаются домой с множеством нерешенных вопросов, так как работа в поле не может ждать, пока власти придут с решениями проблем. Пролетал или нет дрон на территории Молдовы? В понедельник в некоторых телеграм-каналах Украины появилась информация о том, что запущенный Россией беспилотник в тот день вечером должен был пересечь воздушное пространство республики. В ответ в Молдавском министерстве обороны заверили, что ни один дрон не пролетал над воздушным пространством нашей страны. А украинская сторона подтвердила, что все беспилотники, запущенные над Одесской областью, были уничтожены. Однако сегодня утром глава пресс-службы украинских сил обороны Южного региона Наталья Гуменюк заявила, что российский беспилотник, запущенный в сторону Украины, проник в воздушное пространство нашей страны. Москва пока никак не прокомментировала этот случай. В понедельник вечером 26 февраля некоторые украинские телеграм-каналы написали, что российский беспилотник пролетел над воздушным пространством Молдовы. Спустя некоторое время в Минобороны нашей республики заверили, что никаких объектов не зафиксировано. Украинская сторона подтвердила, что все запущенные над Одесской областью беспилотники были уничтожены. В отношении предполагаемого риска проникновения дрона на территорию Республики Молдова сообщаем, что ни один дрон, запущенный Российской Федерацией сегодня вечером в сторону Украины, не пересекал воздушное пространство Республики Молдова. Украинская сторона подтвердила нам, что все беспилотники, запущенные до этого момента над Одесской областью, уничтожены или сбиты силами украинских ПВО, заявили в Молдавском министерстве. Глава пресс-службы сил обороны Украины Южного региона уточнила, что один из запущенных Российской Федерацией дронов, направлявшихся в Одессу, пересек воздушное пространство Республики Молдова, совершив весьма сложный маневр. Очевидно, что был проложен провокационный маршрут с пересечением госграницы на украинско-молдавском участке. Мы зафиксировали пересечение границы и, пролетев там несколько десятков километров, беспилотник вернулся в воздушное пространство Украины и был уничтожен силами ПВО. Наталья Гуменюк также прокомментировала реакцию молдавских властей, согласно которой ни один дрон не пролетел над воздушным пространством нашей страны. Она считает, что в Кишиневе недостаточной информации по этому поводу. К сожалению, у меня был подобный опыт во время масштабного вторжения. Сначала говорят, что ничего не произошло, потом ситуация проясняется. Скорее всего, предварительную информацию проверяли не очень тщательно, добавила Гуменюк. Мы связались с представителями Минобороны и попросили прокомментировать заявление Натальи Гуменюк. Пресс-секретарь ведомства Алла Дьекону утверждает, что в понедельник вечером ни один дрон не пересекал воздушное пространство Республики Молдова. Подтверждаем, что информация, распространенная вчера Министерством обороны о потенциальной опасности пересечения воздушного пространства Республики Молдова, соответствует действительности. Комментарий был составлен на основании данных, полученных от компетентных государственных учреждений. Мы спросили Дьекону, насколько аргументированным может быть ответ Минобороны, в котором говорится, что не было обнаружено никаких дронов в нашем воздушном пространстве в условиях, когда имеющиеся в нашей стране радары не способны их фиксировать. Это больше касается технических параметров и зависит от того, на какой высоте пролетает летательный аппарат в воздушном пространстве. Думаю, что подробнее это смогут объяснить специалисты в данной области. Это экспонент. Российские власти пока не прокомментировали этот случай. Отметим, что информация не может быть проверена в условиях, когда страны вовлечены в военные действия. Премьер-министр Дарин Ричан признал, что на данный момент Республика Молдова не защищена до такой степени, чтобы граждане могли спокойно спать в своих домах. Заявления прозвучали в контексте того, что ранее на территории нашей страны в Вулканежском районе были обнаружены фрагменты беспилотника «Шахид». Тогда министр обороны Молдовы сказал, что дрон не мог быть обнаружен имеющимися радарами, среди которых и новая система мониторинга воздушного пространства, приобретенная за 14 миллионов долларов. Недавно Носатый объявил, что Молдова купит еще одну современную систему, которая, по его словам, также позволит обнаруживать военные дроны. Приговор по делу об отмывании денег, по которому бывший премьер Влад Филат проходит обвиняемым, должен быть вынесен 29 апреля. После заседания, состоявшегося сегодня в суде столичного сектора Баюканы, адвокаты обратились к прокурорам с просьбой снять обвинение с их подзащитного. Они сослались на то, что в основе этого дела лежит предыдущий приговор, который решением ЕСПЧ был признан несправедливым, вынесенным на встречах за закрытыми дверями, без заслушивания свидетелей. В свою очередь, прокуроры требуют для бывшего премьера лишения свободы сроком на 7 лет и взыскания с Филата в пользу государства почти 13 миллионов леев суммы, которая была объектом отмывания денег. Сам Влад Филат сообщил прессе, что за 5 лет, сколько длился этот процесс, он представил доказательства своей невиновности. Прокурор по этому делу не ответил на вопросы журналистов, уехав сразу после окончания заседания. Дело, по которому экс-премьер-министр проходит обвиняемым в отмывании денег в особо крупных размерах, было направлено в суд в 2018 году. А первое судебное заседание состоялось в 2019 году. Ему грозит тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет. Сам он своей вины не признает. Ранее Филат написал на своей странице в Фейсбуке, что производство по этому делу ведется по указанию президента Майя Санду и правящей партии. Представители президентской администрации и ПДС не прокомментировали эти обвинения. До этого и глава государства, и другие представители власти категорически отрицали какое-либо вмешательство в систему правосудия. Пресс-секретарь генпрокуратуры Виолина Марару отметила, что прокуратура является политичным органом и осуществляет свои полномочия в строгом соответствии с положениями закона. Не допуская вмешательства в свою деятельность. Напомним, Влад Филат провел в тюрьме 4 года и 2 месяца по делу об извлечении выгоды из влияния и получении взятки, по которому был осужден на 9 лет. Решение о его досрочном освобождении было принято судом из-за негуманных и унижающих достоинства условий содержания. Временно исполняющий обязанности председателя Кишиневского суда сектора Центра Ливия Митрофан запросила Высший совет магистратуры изменить постановление о специализации судей по коррупционным и смежным с ними делам. Запрос был подан после того, как ВСМ постановил, что специализирующиеся в данной области судей должны рассматривать все дела, поступающие из прокуратуры по борьбе с коррупцией, а также по которым национальный орган по неподкупности затребовал конфискацию имущества. Аргументируя свой запрос, Ливия Митрофан указала на ситуацию в суде столичного сектора Центр, где, по ее словам, приостановлено рассмотрение нескольких дел о коррупции, смежных с ними. Проведя анализ, мы констатировали, что в том, что касается конфискации имущества, у нас только 8 дел, и они приостановлены. Соответственно, назначение судей, которые будут рассматривать исключительно такого рода дела, нерационально, потому что назначение двух судей для рассмотрения 8 приостановленных дел, а такие дела очень редки, это в ущерб остальным коллегам и нерационально, по моему мнению. Я считаю, что даже если Совет решит ввести специализацию, эти судьи должны рассматривать все виды дел, в том числе, в которых идет речь о конфискации. Митрофан также не считает рациональным и решение о рассмотрении специализированными судьями дел, в которых национальный орган по неподкупности затребовал конфискацию имущества. В настоящее время у нас на рассмотрении есть 45 таких дел. Мы написали, какие именно. И исходя из того, что у нас есть специализирующиеся в этом судьи, их сейчас 14, не думаю, что было бы рационально, чтобы они рассматривали только такие дела. И мы запросили ВСМ изменить пункт 4 в постановлении с тем, чтобы исключить пункт 2, согласно которому судьи, специализирующиеся по делам о конфискации с участием национального органа по неподкупности, рассматривали только дела подобного рода. Я бы осмелилась предложить ВСМ исключить эти специализации. По моему мнению, таких дел слишком мало, а именно с конфискацией и контролем актов национального органа по неподкупности. Семью голосами «за», «при двух», «против» Высший совет магистратуры одобрил предложение Ливии Митрофан. Вносятся изменения в содержании и суть постановления Пленума Высшего совета магистратуры номер 64-6 от 13.02.2024. А именно исключается пункт 2 со следующим содержанием. Устанавливается специализация судей Кишиневского суда в области рассмотрения дела законности, констатирующих актов, изданных национальным органом по неподкупности, в которых констатируется существенная разница между полученными доходами и осуществленными расходами, соотнесенными с приобретенным имуществом, а также запросов национального органа по неподкупности о конфискации в пользу государства имущества, законное приобретение которого не было подтверждено. Исключается и вторая синтагма пункта 3-го постановления Пленума Высшего совета магистратуры номер 64-6 от 13.02.2024. Постановление может быть обжаловано Высшей судебной палате в течение 30 дней. Напомним, свое решение от 13 февраля этого года о создании специализированных судебных составов по делам о коррупции и конфискации имущества Высший совет магистратуры мотивировал необходимостью их скорейшего рассмотрения. Вице-председатель Верховного совета непризнанного Приднестровья Галина Антюфеева назвала недостоверными слухами сообщения о возможном обращении Террасполя к России с просьбой о принятии региона в состав Российской Федерации и подчеркнула, что их распространяют провокаторы. Ее реакция последовала после того, как приднестровский оппозиционер Геннадий Чорба заявил, что такая просьба якобы прозвучит в ходе запланированного на 28 февраля съезда депутатов Левобережья. Галина Антюфеева заявила для портала новости ПМР, что сообщения о намерении Террасполя обратиться к России с просьбой о вступлении в состав РФ являются всего лишь слухами. Такое обращение было направлено еще в 2006 году на основании результатов референдума. Сегодня в условиях экономического давления Молдовы, боевых действий и массы других проблем такое обращение было бы неуместным, сказала она. Антюфеева также добавила, что на предстоящем региональном съезде депутатов всех уровней может быть принято обращение к России, Евросоюзу и всем тем, кто говорит о демократии, с призывом обратить внимание на, цитата, «экономическое давление Молдовы против Приднестровья». «Действия Кишинева ударят по социальным выплатам, в том числе украинским беженцам», пояснила депутат. «Мы должны выстраивать мирные взаимоотношения и сохранять мир на нашей земле, чтобы обеспечить все права и свободы нашим гражданам. В таком ключе может пройти съезд, чтобы привлечь к этому внимание, чтобы показать, что мы не допустим такого давления. Я уверена, что нас услышат и будут приняты меры», подчеркнула она. За официальной реакцией по поводу данного заявления мы обратились в Бюро по реинтеграции Молдовы. Пресс-секретарь ведомства Мариана Сары отказалась его комментировать. Что касается обвинений со стороны Террасполя в том, что Кишинев оказывает давление на регион, власти Молдовы неоднократно это отвергали, подчеркивая, что изменения, внесенные в таможенный кодекс, вызвавшие недовольство Приднестровской администрации, внесены, чтобы все экономические агенты действовали в равных условиях. Напомним, 20 февраля на своей странице в Фейсбуке преднестровский оппозиционер Геннадий Чорба написал, что терраспольский лидер Вадим Красносельский созывает съезд депутатов всех уровней Приднестровья на 28 февраля по приказу Москвы, чтобы попросить о присоединении региона к Российской Федерации. В Бюро по реинтеграции Молдовы по этому поводу заявили, что внимательно наблюдают за ситуацией в Приднестровском регионе, находясь в постоянном контакте с миссией ОБСЕ и другими международными партнерами. В свою очередь, председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп сообщил в эфире телеканала ТВР Молдова, что в настоящее время компетентные государственные органы не располагают информацией о потенциальной дестабилизации в Приднестровском регионе. Он добавил, что непризнанным властям известно, что в случае реализации такого сценария они будут привлечены к уголовной ответственности по статье Уголовного кодекса о сепаратизме. При этом депутат отметил, что у Кишинева есть и другие рычаги, чтобы привлечь их к ответственности. Официальные представители Украины также заявили о недостоверности сообщения о возможном обращении Приднестровья к России с просьбой о присоединении. Республика Молдова возьмет кредит у Европейского банка реконструкции и развития в размере 150 миллионов евро. Эти средства предназначены для ремонта и модернизации дороги М2, второго участка Кишиневской кольцевой дороги, на расширение до четырех полос движения с предполагаемой протяженностью 7 километров. Кроме того, планируется отремонтировать почти 85 километров дороги М1 от границы с Румынией через Леушен и Кишинев до Басары и до границы с Украиной. По данным Министерства инфраструктуры и регионального развития, эти участки имеют национальное и стратегическое значение как для облегчения дорожного движения, так и для улучшения сообщения Молдовы с Украиной и Евросоюзом. Соглашение, подписанное 22 января в Лондоне, министром инфраструктуры Андреем Спыну будет отправлено в парламент на ратификацию. Согласно контракту, кредит необходимо погасить до 2041 года. Сумма в размере 150 миллионов евро представляет собой 50% софинансирования проекта по реабилитации дорог Молдова-5, отметили в Министерстве инфраструктуры. Боец смешанных единоборств из Республики Молдова жестоко избил женщину в Бухаресте. Его задержала полиция. На допросе он признался в садейном. Правоохранителем он заявил, что хотя и является мастером рукопашного боя, испугался, что на него нападут и ограбят сообщники пострадавшей, которая якобы оказывала эскорт услуги. Свою жертву он бросил лежащий в луже крови. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии, пишет румынская пресса. Предупреждаем, далее следуют кадры, которые могут оказать на вас сильное эмоциональное воздействие. Кто это сделал, дорогая моя? Кто это сделал? Скажи нам, пожалуйста, почему ты избил девушку? Что у тебя с ней было? Откуда ты ее знал? Ты хотел ее убить? Что у тебя с ней было? Ничего не было. Мужчине, задержанному румынскими полицейскими 24 года. Он гражданин Республики Молдова является бойцом смешанных единоборств ММА. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство после того, как он избил 26-летнюю жительницу Бухареста. Сам он признался правоохранителем в нанесении побоев. Однако его мать утверждает, что он на такое не способен. Мой ребенок не мог этого сделать. Никогда у него не было подобных проблем, а сейчас вдруг возникла эта проблема. По данным издания «Обсерватор», жертва якобы была эскортницей и оказывала услуги в доме, в подъезде которого на нее было совершено нападение в ночь на 25 февраля. Они уже утверждают, что агрессор был ее клиентом. Полицейским он рассказал, что в то время, когда они были вдвоем, к ним подошли два человека. Боец ММА подумал, что женщина их сообщница и ее роль заключается в отвлечении его внимания. Поэтому он несколько раз ее ударил и сбежал, оставив женщину в луже крови. Женщина в возрасте между 20 и 30 годами, с разбитым лицом в луже крови минимум 30 сантиметров. Потеряла крови не менее пол-литра. На видеокадрах, полученных журналистами «Обсерватор», женщина выглядит без сознания. Ее обнаружил прохожий, который и вызвал помощь. Сообщается, что пострадавшая все еще находится в больнице. В случае, если вина агрессора будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Президент Федерации ММА Республики Молдова Павел Покатилов подтвердил, что задержанный румынскими полицейскими наш соотечественник действительно является бойцом смешанных единоборств. И поэтому его действия достойны еще большего осуждения. Он является профессиональным бойцом ММА. Что касается соревнований, в 2023 году на территории Республики Молдова он в них не участвовал. Конечно, мы осуждаем такие действия, осуждаем подобное поведение. Искусство единоборств — это оружие. Так его квалифицируют в любом конфликте, где его использует спортсмен, тем более профессиональный. В этой связи Павел Покатилов выразил надежду, что следствие выявит все обстоятельства произошедшего и агрессор понесет заслуженное наказание. Многократный чемпион Европы под Зюдо из Молдовы Виктор Стерпу отстранен от спортивной деятельности с 21 июля 2023 года за пренебрежение антидопинговым законодательством. Об этом сообщает realmedia.md. Причиной называется то, что спортсмен неправильно указал в приложении «Адамс», разработанном Всемирным антидопинговым агентством, а адрес, где он будет находиться. Решение об отстранении дзюдоиста приняло Национальное антидопинговое агентство. Мы обратились в Молдовскую федерацию дзюдо, чтобы узнать подробности этого дела. Однако на наши звонки и сообщения там не ответили. Ранее для realmedia.md глава Национальной федерации дзюдо Андрей Голбан подтвердил эту информацию. По его словам, спортсмен не разобрался, как работает приложение и в итоге получил три желтых карточки от агентства, из-за чего и был отстранен. По регламенту Всемирного антидопингового агентства срок отстранения молдавского дзюдоиста от спорта может продлиться от года до двух. Отметим, что Виктор Стерпу является двукратным чемпионом Европы под дзюдо, а также стал лучшим спортсменом Молдовы в 2020 году. В марте 23-го Виктор Стерпу завоевал бронзу на международном турнире под дзюдо в Тбилиси. На подоконниках притуры «Ботаники» были установлены ленты с металлическими шипами для защиты от птиц. Это привело к тому, что некоторые из пернатых погибли. Одни прохожие посчитали такое решение проблемы негуманным. Другие говорят, что эти изменения портят внешний вид здания. Видеозапись была опубликована в социальных сетях Карлом Лугановым, главой муниципального управления по контролю и защите животных. Он написал, что это жестокость по отношению к птицам, а фасад здания притуры такой ценой стал еще хуже выглядеть. Основная причина, высказанная ими в свое оправдание, у них нет денег на мытье окон. И это для того, чтобы голуби не портили внешний вид здания. Только в результате притура превратилась в место убийства животных, а ее фасад стал еще более уродливым и страшным из-за шипов и трупов мертвых птиц. Мы решили узнать в притуре ботаники, почему они прибегли к такому решению, но секретарь сообщила нам, что и претер, и его заместитель на собрании, а их контактные данные нам дать отказались. Я не хочу и не имею права. Вот и все. Тогда мы спросили у прохожих, что они думают об этой ситуации. Некоторые расценили ее как бесчеловечную. Как можно было расставить ловушки, чтобы птицы не смогли съесть кусок хлеба? Это неправильно. Я так считаю. Ну, это мировая практика. Нет другой защиты просто. Я не знаю, честно говоря. И птиц жалко, и труд людей, которые убирают, моют. Факт, что так стало чище, в том числе и на улице, и само здание это определенно. И плюс, это используемый европейский метод. Это ведь не изобретение притуры. Мы также позвонили в премарию за реакцией. Пресс-секретарь учреждения Василий Кириллеску сказал нам, что не знает ничего об этой ситуации, даст комментарий в среду. Отметим, что это не первый случай установки лент с шипами в столичных зданиях. Так, например, в 2019 году к такому шагу обратились в столичном кафедральном соборе, чтобы отогнать голубей, которые туда прилетали. В столице традиционно в конце февраля открываются ярмарки, на которых представлены различные виды марсишеров ручной работы. Кропотливые мастерицы создают сотни моделей этого красно-белого символа, наступающие весны, чтобы предложить покупателям богатый ассортимент. В этом году мастерам по изготовлению марсишеров удалось удивить покупателей впечатляющим разнообразием дизайнов. От традиционных украшений с простым плетением из красно-белых нитей до современных моделей с брошками, связанных крючком или созданных из бисера. Ручная работа от 10 до 20 леев, 5 леев и 10 леев. У нас есть плетенные из виноградной лозы за 30-40 леев и в виде бабушек за 50 леев. Больше плетенных. Для нас это в удовольствие. Все они выполнены с любовью. Цены на марсишеры варьируются в зависимости от материала, из которого были выполнены изделия, а также от сложности работы. Вот новая модель. Эти у нас были в прошлом году. По какой цене все эти марсишеры? Разные цены. 200 леев, 140, 150, 160, 35, 20 леев. Когда есть свободное время – плиту, когда есть время и настроение. Не всегда есть желание делать что-то подобное. У меня, например, есть определенная техника, но я о ней никому не рассказываю. Многие люди не делают их такими, потому что они сильно путаются. Но у меня есть свой собственный метод, как их изготавливать. Покупатели рады разнообразию марсишеров, хотя некоторые признаются, что им приходится тратить много времени на то, чтобы выбрать из всех вариантов самый красивый. Они очень красивые, красиво упакованы. Поэтому и стоят, соответственно. Цены хорошие, учитывая ту работу, которая была выполнена. Я знаю людей, которые это делают. Я знаю, сколько усилий им стоит эта работа. Действительно, очень красивые по сравнению с теми, что были в предыдущие годы. Я хожу и раздумываю. Хочу взять внучки, но не знаю, какой из них выбрать. Она маленькая. Наверное, этот. Наиболее востребованы в этом году марсишеры в виде браслетов, а также с игрушками для детей, говорят продавцы. Точно неизвестно, когда возникла традиция носить марсишеры, но по предположениям ей тысячи лет. В декабре 2017 года межправительственный комитет ЮНЕСКО включил молдавский праздник марсишер в список нематериального культурного наследия человечества. Запрос о включении совместно подали Молдова, Румыния, Болгария и Македония. Во всех этих странах каждый год 1 марта люди дарят друг другу красно-белые символы начала весны. На этом выпуск завершен. В студии была Ирина Варсан. Напоминаю, что следить за нашим эфиром можно на официальном сайте канал5.мд, а также ищите нас в Фейсбуке и Телеграме. Оставайтесь на пятом канале. Добрых новостей и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин